Приветствую вас на библейском портале «Гзегет». Вопрос касается хамства. «Как по-христиански постоять за себя словесно при хамстве?» Интересно, словесно, это такое впечатление, что женщина задавала вопрос, потому что многим мужчинам проще решать рукопашные вопросы, которые женщины хотят решать словесно. Но хотел бы уточнить, за себя, если мы понимаем, что хамство концается нас, во-первых, иногда как хамство мы можем воспринимать просто какие-то педагогические особенности в речи человека, вот, например, настоятель, который ругает своего панамарятам, это не хамство здесь, как за себя стоять тут, но исправляться, ладно, только и всего. С другой стороны, если это реально хамство, то сопротивляться ему — это к злу прибавлять другое зло. Поэтому проще немножко подождать, когда утихнет вот этот вот первый гневный импульс, и, может быть, и утихнет и человек. Но если хамство или зло касается ближних наших, то здесь, думаю, вот так вот смиренно и терпеливо подходить к вопросу нельзя. Нет больше чести, чем отдать жизнь за други своя. Это, простите меня, этому учит нас Евангелие. И поэтому, если зло или хамство, реально хамство касается наших ближних, наших жен, наших матерей, до любого человека, мимо которого вы проходите и видите, что он попал в хамскую ситуацию и не может этому противостоять, вплоть до того, чтобы положить жизнь за други своя. Должны подойти и помочь положительно решить вопрос. Что для этого нужно? Вопрос, думаю, третий. Может быть, слов хватит, может, в рукопашную придется сходить, но в любом случае в отношении себя нужно смиренно и кротко терпеть, а в отношении ближних наших нужно решительно пресекать. Помоги Господи. Продолжение следует...